Аким Североказахстанской области Айдарбек Сапаров посетил стройплощадки Петропавловска. Какие поручения дал после объезда? Петропавловский бизнесмен терпит убытки из-за перекрытых подъездных путей. В ситуации разбирался корреспондент Алишер Ашимов. Какой ответ ему дали в Акимате города? Бутай. Культура Великой Степи. Второй международный симпозиум проходит в Североказахстанской области. 20 художников из разных стран изобразили пейзажи озера Имантау. Начался объезд объектов с посещения строящейся поликлиники в микрорайоне Жасуркен. Работы уже находятся на стадии завершения и совсем скоро двери нового медучреждения откроются для пациентов. Далее глава области отправился к рядом расположенным многоэтажкам, где до сих пор не завершено благоустройство. Аким высказал ряд нареканий, в том числе на некачественную работу по укладке тротуара. Проинспекировали и обстановку внутри объекта. Адербек Сапаров поручил привезти в надлежащее состояние квартиры перед сдачей их владельца. Далее глава региона посетил новостройки по улице Горького 8. Ключи новоселом здесь пообещали выдать уже в конце августа. Заходит 50 человек у нас на отделку. Сейчас заканчиваем мы. Санузел все это успеет? Естественно. Проинспектировал работу Адербек Сапаров и проводимый около домов по соседству. Здесь значительно затягивается благоустройство. Сейчас, по словам генерального директора компании, выполнено 80% работ. С одной стороны брусчатку тоже выстелили, выложили. Осталась детская площадка возле ТПшки и вот четвертый дом. Четвертый дом сейчас усиленно приступили. Здесь у нас еще слой асфальта, да? Да. Аким области отметил, что сроки по завершению постоянно переносятся. К работе компании есть ряд замечаний как по качеству, так и по скорости. В свою очередь подрядчик пообещал, что на этот раз делают все вовремя и без изъянов. Думаете, разрешите нам здесь, в этом дворе, от себя лично, так как имеем завод, поставить святильники нашего производства. В качестве того, что я сроки продлил, затянул все это. Далее Аким области посетил строительство общежития для студентов вуза на 244 места. Работы здесь сейчас усиленно ведутся, но тоже есть отставание от графика. Сдать объект должны были к сентябрю, но срок перенесли примерно на 2-3 недели. Сейчас здесь трудится порядка 100 человек. Работы идут к завершению, то есть на сегодняшний момент завершаем фасадные работы и внутри отделочные работы. Сейчас идет у нас покраска, установка дверей, амстронг, установка выключателей, пожарная сигнализация, телефонизация идет. Где-то в 20 сентября должны мы возиться. Потому что сейчас как раз тоже с нами ведутся работы по благоустройству, по сетям. Проинспектировал глава области масштабные комплексные работы по улице Олеханово, Чкалово-Домусрепово. Проезжую часть расширят, появятся тротуары, зеленые насаждения и это не полный список запланированного. На это выделено 330 миллионов тенге. Начали работы здесь 1 июня и в это месяце уже должны закончить, сообщил директор компании. Средний ремонт идет реконструкция, перенос ливневой канализации, перенос наружных сетей, добавление дополнительных полос, расширение будет проходить где-то 9,5 метров. Еще расширение будет улицы, она должна соответствовать улице Олеханово. Ремонтными работами охвачена и улица Назарбаева. Преобразить участок должны в ближайшие дни. Океан области поручил не затягивать процессы и постараться закончить раньше поставленных сроков. Это все надо, чтобы люди уже работали. Возле остановки все. Посетила Ким области масштабную стройку в Капае. Здесь сейчас идутся работы по возведению многоэтажек. Вскоре на месте старых ветких домов появится современный новый микрорайон города. Забили сваи на поле, залили монолитную плиту, смонтировали блоки стен подвала и начали кладку первого этажа. Достаточно ли сотрудников рабочих? У нас все свои люди, привлеченных нет. Однако работами по возведению многоэтажных жилых домов Айдарбек Сапаров остался недоволен. Он раскритиковал деятельность подрядчиков, ведь многие отстают от графика. Нужно принимать меры, подчеркнул Аким. С прошлого года они тянули, просили корректировку, просили финансирование, чтобы обеспечили корректировку. Экспертизу мы получили, финансирование дали. Работы нету, от графика стоит общий. Далее глава области посетил микрорайон Береке. Здесь из-за недобросовестных подрядчиков тоже идет сильное отставание от графика по благоустройству и подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Так как с поставленными задачами компания не справилась, с ней расторгли договор и нашли другую. Многочисленные замечания были, игнорировались. Проблемный участок есть теплотрассы возле врезки. Нужно будет канализацию подключить в полной мере. Также нужно будет врезку сделать водопроводы. Не в полной мере сети телефонизации проложены по этим проектам. Если несколько организаций зайдут, допустим, отдельно по инженерным сетям, по благоустройству, то, в принципе, можно будет, возможно, закончить к концу сентября. Аким области поручил проконтролировать, как будет справляться новая подрядная компания и в случае необходимости привлечь еще несколько организаций. Он отметил, что от скорости и качества работы зависит, когда собственники квартир получат ключи. Здесь асфальт будет? Да. Там что будет? Там дорожка усиленная из брусчатки. Она точно такая же, как на противне. Брусчатка там? Да. Здесь 3,5 метра асфальт? Да. Вот здесь что будет? Здесь площадки будут. Площадки. Сквер такой небольшой. Сколько раз где работают? Мы делали около 20 человек. Ну давай еще человек 300 ставь сюда. Хорошо. Усиливайте работу, надо быстрее. Сейчас мой адрес, мы сами еще дополнительно бригады ищем, которые тоже зайдут к нам на помощь. Посетила Кимобласти и строящуюся поликлинику в микрорайоне Береке. Она тоже находится в числе долгостроев Петропавловска. Медучреждение рассчитано на 250 посещений смену, и его открытие поможет разгрузить очередность. У рабочих не хватает. С этим все сложности, наверное, все строительные организации сталкиваются. То, что рабочих не хватает. От графика отстаете или нет? Отстаем. Сильно или нет? Нет, не сильно. Чуть-чуть отстаем. Работы завершены уже на 90% и полностью объект будет сдан в сентябре. На это выделено 2 миллиарда 400 миллионов тенге. Кимобласти отметил, что ситуацию с долгостроями нужно держать под пристальным контролем и активно заниматься решением возникающих проблем с подрядными организациями. Забота о природе – главная задача бойцов отряда «Жасл-Ель». Учающийся Назарбаев интеллектуальной школы Дошан Мухамеджанов в этом году идет в 11 класс. В будущем хочет стать экологом. В трудовом отряде работает первый год. О нем узнал от родственников. Здесь мы, получается, полим лесной питомник, прочищаем противопожарные рвы, также занимаемся благоустройством лесного хозяйства и также другие экологические мероприятия проводим. В неблагоприятную погоду, допустим, когда сильно жарко, либо когда идет дождь, ливень, ветер, нас освобождает от работы, можем домой пойти. В лесном хозяйстве Козыл-Жарская трудятся 14 бойцов отряда «Жасл-Ель». График работы с 9 утра до 5 вечера. Суббота и воскресенье – выходные. Общая площадь 68 107 гектар. Ежегодно мы здесь с июля месяца принимаем на работу отряд «Жасл-Ель» бойцов. В этом году мы запланировали 65 бойцов. С ребятами сначала проводим технику безопасности. В журнале они расписываются, каждый индивидуально. У нас по подбору персонала, по бойцам, с 16 лет ребята идут на данную работу. Мы принимаем, полный пакет документов собирают. Сейчас ведется набор на следующий месяц. Ребята, желающие пополнить ряды трудотряда, могут обратиться в Центр молодежных инициатив, либо оставить заявку на embeg.kyz. Перечень документов небольшой – заявление, удостоверение личности, справка о наличии счета для несовершеннолетних разрешений от родителей. В этом году для проекта «Жасл-Ель» было выделено 665 квот. Из них 144 уже освоены лесными хозяйствами. 218 квот забрали молодежные ресурсные центры. Идет набор и работа бойцами в августе месяце. И также примерно останется несколько квот на сентябрь месяц. За свой труд активисты получают в месяц чуть больше 90 тысяч тенге. Камила Карим, Александр Янсен, МТРК. Прошлые выходные участковые инспекторы полиции выявили факт скопления строительного мусора по улице Московской. Хозяин пункта приема металла складировал остатки стройматериала возле ограждения. Стражи порядка провели профилактическую беседу и вынесли предупреждение по статье 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях в отношении владельца об устранении нарушения. Время вам дадим 10 суток. Достаточно? Все, все сделаем. Сотрудниками местной полицейской службы, в том числе участковыми инспекторами полиции, на постоянной основе проводится разъяснительная работа по соблюдению благоустройства населенного пункта. То есть соблюдение чистоты и порядка на улицах и населенного пункта. Хочу напомнить, что за несоблюдение чистоты и благоустройства населенного пункта предусмотрена ответственность статьей 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. А именно штраф от 20 до 100 месячных расчетных показателей. Это от 69 тысяч до 345 тысяч тенге. Всего с начала года в областном центре участковые инспекторы полиции выявили 3230 нарушений правил благоустройства. Аля Шарашимов при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Дамир Мамедов занимается ресторанным бизнесом много лет. Банкеты у него заказывали часто. Но в последнее время дела не клеятся, говорит предприниматель. А все из-за перерытого асфальта на частной территории, где по инициативе местных властей подрядчики прокладывали сети водоснабжения и канализации. Из-за этих работ уже почти два года к заведению невозможно подъехать. Было все хорошо. А сейчас посмотрите, как стало. Проехать невозможно просто. Вот, они обещали, что сделают, сейчас вот закопают здесь, дорога сделают, через неделю их установят. Хорошо, это вот, вот эта территория всей моей частной собственности. Хорошо, я разрешил, они бы копались здесь, сказали, дорога делают. Уже прошло полтора года. У нас нету клиентов, а мне персонал, их зарплату надо, пенсию. Это же мы официально работаем, налог оплачивают. С чего мне платить налог? В городском Акимате об этой ситуации, конечно же, знают и заверяют, что вопрос на контроле. То, что было поражено благоустройство, все будет восстановлено. Проект реализуется, все это является строительной площадкой, поэтому в рамках реализации проекта эти работы должны будут делаться. В городе Акимате также добавили, что реконструкцию улицы Жумабаева завершат в сентябре. Аля Шарашимов, Вадим Мударисов, МТРК. В Североказахстанской области стартовал месячник пожарной безопасности в преддверии отопительного сезона. На первом этапе сотрудниками департамента совместно с остальными заинтересованными органами, это и сотрудники полиции, сотрудники соцработы, это представители органов образования, представители местных исполнительных органов будут проводить обход домов социально-узвимых слоев населения. На сегодняшний день у нас на учет взяты более 3,5 тысяч жилых домов, где проживают более 9 тысяч граждан, которые относятся к социально-узвимым слоям населения. Спасатели осматривают печи и дают рекомендации жителям. Говорят, какие меры принять заранее, чтобы избежать трагедии. В регионе отмечается рост пожаров. В этом году их уже было 393. Погибло 19 человек. Этих жертв можно было избежать, соблюдая простые правила безопасности, говорят спасатели. Люди должны знать, что заблаговременно в летний период они должны проверить свои печи. Печи должны всегда быть исправными. Не должно быть трещин в печах, то есть чтобы избежать отравления. Возле печи должен быть притопочный лист определенных размеров. Печь не должны допускать к печам к топлению детей несовершенности. Ни в коем случае категорически запрещено разводить и разжигать печи легко воспламеняющими жидкостями, это такими как бензин, керосин. В этом году 27 человек получили травмы и отравление угарным газом. От последнего 9 североказахстанцев погибли. Основная причина – преждевременное закрытие заслонки дымохода. Около тысячи абитуриентов Кузыбаев-юниверситет получили республиканские гранты по различным квотам. Более 500 бюджетных мест выделено на совместные с университетом Аризоны образовательные программы. Из них 150 человек поступают по двойному диплому на следующие направления – IT, биотехнологии, инклюзивное образование. Мы в этом году сделали 4 пункта приема документов на гранты. Это пункты были в отдаленных районах нашей области. Это Талшах, это Акжарский район, это Пресновка, Жамбульский район, это Сергеевка мы давали. Вот именно в этих пунктах мы организовали пункты приема документов. То есть детям не надо было ехать специально в Петропавск для того, чтобы подать заявление на грант. Сейчас на данный момент приемная комиссия работает именно с того момента, как гранты наши уже опубликовались. И в принципе без выходных каждый день до последнего получается бетурент. Вместе с тем в рамках реализации поручения главы государства Касым Жомарта Токаева с 1 сентября в Казахстане увеличится размер ежемесячных государственных стипендий. Стипендии для студентов бакалавриата увеличатся на 20%, магистрантов и докторантов на 15%. А стипендии студентов профессионального образования увеличатся в полтора раза. Кроме того, со следующего месяца на 30% увеличится заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения. В этом году география приема значительно расширилась. Вырос и средний балл поступающих относительно прошлых лет. Кроме того, в ВУЗу выделены гранты Акима с Североказахстанской области. В интернатуру, а также в бакалавриат на музыкальное образование, культурно-досуговую работу. Камила Карим, МТРК. Ярмарка одежды для школьников прошла в Петропавловске. Все товары от местных производителей. Представлена в широком ассортименте школьная форма на любой вкус и кошелек. Все качественное и стильное. Школьницы Даяна и Аймира сарафаны по вкусу нашли сразу. На ярмарку девочки приехали с родителями из села Оролагаша Каинского района. Качество очень хорошее. Я купила двоим. Первый класс пойдет, а вторая, четвертый класс пойдет. Я в жеребий подняла 25%. Это 25% от суммы. Мы отнимаем. Ярмарка мне очень нравится, потому что я каждый раз, когда ярмарка, я сюда прихожу. Вытянуть скидку от 5 до 50% могли все покупатели бренда «Сенс Фэшн». Петропавловская компания производит школьную форму 15 лет. В нашей форме ходит примерно половина Североказахстанской области и некоторая часть Акмолинской области. 9600 – жилетка, 9600 – брюки, 7600 – юбка, 9600 – это примерно для начальной школы. Плюс у нас всегда существовали и существуют скидки. Мы делаем 20% скидку для малообеспеченных, 20% скидку для инвалидов, кто одевает трое и больше детей. Приобрести на ярмарке можно было и многофункциональную спортивную форму бренда «Юпа». Здесь для школьников дышащие и комфортные футболки и штаны. Широкий ассортимент продукции для спортсменов. «Наша продукция ориентирована на спортсменов, лыжников, биатлонистов. Представлена спортивными костюмами, футболками, шапочки, повязки, бафы. То есть то, что необходимо детям, спортсменам на тренировках. Ну и для взрослых тоже. Есть широкий ассортимент. Костюмы у нас в ценовом диапазоне от 30 до 38 тысяч. Футболки от 6 до 7 до 8 тысяч. Также на ярмарке были представлены носочно-чулочные изделия и обувь от петропавловских производителей. Ярмарка проходила два дня. Принимают участие у нас 8 предприятий местных товаропроизводителей именно в легкой промышленности. Такие ярмарки у нас уже были проведены в районах. Посетители ярмарки отмечают, что сейчас собрать ребенка в школу обходится недешево. Потому нужны такие ярмарки, где можно приобрести товар со скидкой и купить все необходимое сразу в одном месте. В преддверии нового учебного года, как здорово, что сегодня в торговом доме Достахмол проводится такая уникальная ярмарка. Мне нравится, что здесь в основном все наши товаропроизводители. И мне нравится качество тех товаров, которые они производят. Шикарные спортивные костюмы здесь продаются. Очень нравятся изделия, материал из которых шита школьная форма. Старший сын идет в 5 класс. Купили ему форму и 50% скидку выпало нам сегодня. Спасибо большое организаторам ярмарки. Мы купили, получается, жилет, брюки. Общая стоимость вышла 19 600, кажется, и минус 50%. В этом году мы отмечаем 360-летие великого казахского батыра Кужубергена Жирал. Уроженец ныне Жамбылского района Североказахстанской области известен как отважный батыр и великий полководец. В 1688 году руководители казахских родов во главе с Тауке ханом избрали Кужубергена главнокомандующим всеми войсками хана. Ему тогда было 25 лет. Также известен Кужуберген Жирал как автор песни «Елемай», которой в этом году 300 лет. В честь юбилейных дат в новом здании казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова состоялась премьера спектакля. Весной 1723 года огромное войско джунгаров напало на казахские степи. Историки до сих пор не пришли к единому мнению, сколько же тогда погибло казахов. Только павших воинов насчитывается 100 тысяч. Мирного населения, в том числе детей, женщин, стариков погибло в разы больше. Это страшное время осталось в истории как годы великого бедствия. О том, что пришлось пережить казахскому народу, Кужуберген Жирал рассказал в песне «Елемай». Все мы знаем про Кужубергена Жирал и о том, какой вклад он внес в историю. Сегодняшний спектакль рассказал нам еще больше о времени, в котором он жил, и о трудностях, которые пережил наш народ. О спектакле я узнал давно через знакомых, через друзей. Они мне прослали афишу. Биографию, да, я изучал. Также его личность изучал. Мне именно нравится. Рахмет, ты узнаешь. Спасибо за такую постановку. Спасибо большое актерам, которые смогли передать атмосферу того времени. Это было полезно для молодежи. Агирим Хамзин, Александр Янсен, МТРК. Бота и культура Великой степи. Второй международный симпозиум проходит в Североказахстанской области. 20 художников из разных стран собрались в Айртаусском районе. Они ознакомились с удивительной природой и богатым историко-культурным наследием. Это место отлично подходит для живописцев, отмечает Ольга Мюллер. Художница приехала из Германии. Развернув мольберту воды наедине со своими мыслями и под звуки природы, женщина пишет этюд. Мне очень нравится Казахстан. Здесь действительно красивая природа, очень радушные люди. И эстетика Казахстана, эти просторы, эти казахские национальные наряды. Мне очень нравится культура. И я с удовольствием здесь пишу. Здесь я впервые, потому что я посещала... Я была на Бурабае. Я была в прекрасном городе Туркестан в прошлом году. Там у нас тоже был арт-форум. Здесь я первый раз. Конечно, нас уже свозили на это поселение Батай. Мы там побывали. Мы впечатлились всеми этими артефактами. Приехали на симпозиумы воспитанники Салмаукольского детского дома. Всего их 50. Здесь художники проводят для детей мастер-класс. Ребята познают азы живописи. Один из первых, кто делится своим опытом – Франк Хантон. Искусством он увлекается с детства. Красивая североказахстанская природа очень вдохновляет, признается Франк. Приехал к вам из Бенина, Франция. Казахстан мне очень понравился. Я здесь, как на своей родине. Природа впечатляющая. В своих картинах стараюсь поднимать общественные проблемы, например, экологию и миграцию. Благодарю организаторов за этот симпозиум. Он поднял всем настроение. Принимают участие в арт-форуме не только художники из-за рубежа, но и отечественные. Сенбегалис Магуов приехал на этот симпозиум из столицы. Идею показать мастер-класс для детей-сирот он считает хорошей. Ведь искусство помогает стимулировать процесс мышления, быть более спонтанным и находить нестандартные пути решения проблем. Дети – это наше будущее. Им необходимо наше внимание. Если один из них станет художником, это очень хорошо. Потому что рисовать не всем дается, как мы знаем. Но искусству мы должны их обучать. Когда рисуешь пейзаж, понимаешь, что природу надо ценить. Это духовное воспитание. Участникам и гостям симпозиум пришелся по душе. Мероприятие очень понравилось. Приезжаю сюда второй раз, познакомилась с очень талантливыми художниками. Спасибо большое. Сегодня мы рисовали. Было интересно и увлекательно. В будущем хочу быть знаменитой художницей. Главная цель такого арт-форума, отмечают организаторы, развить творчество художников, расширить межрегиональные и международные связи. Кроме того, познакомить живописцев с культурным наследием нашей страны – еще одна немаловажная задача. В этом направлении нам есть чем гордиться. На втором заседании национального Крултая президент отметил, что наша многовековая история – это предмет нашей национальной гордости и важная составляющая культурного кода казахского народа. Они приехали из восьми стран. У нас Канада, Румыния, Германия, Бенин, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Сегодня мы находимся на озере Имантау. И сюда приехали детки с Саумаколевского детского дома. Мы с ними уже работаем второй год. Наш фонд работает более одного года. Мы организовываем для детей с областей выезды в крупные мегаполисы. Мы стараемся делать интересную, разнообразную программу с мастер-классами для детей, где они смогут что-то для себя узнать, познакомиться с периодой, с культурой. По итогам международного симпозиума большая часть работ войдет в каталог, а остальные выставят на аукционе, средства которого пойдут на развитие детей из детских домов. Алишер Ашима Фалдиар, Айтпаев, Азамат Баймукан, МТРК. В Петропавловске прошел республиканский батл по брейкингу среди молодежи. Посвятили его трехлетию местной танцевальной студии «Станция». Программа собрала почти 100 танцоров. Мы устроили такое замечательное событие для нашего города, потому что мы хотим, чтобы они видели наш труд, как мы тренируемся, какой уровень танцев сейчас в нашем городе. То есть мы уже занимаем хорошее место в танцевальной культуре нашей страны. Брейкинг уже является частью Олимпиады. В следующем году в Париже состоится олимпиадам, которые будут участвовать на землях, амиронирам. Амир Аман Кельде приехал из Карагандинской области. Брейкингом он занимается два года. Меня вдохновляет Амир Заклиров. Он очень классно танцует. Я пытаюсь повторять для его нынешнего. У меня есть шесть медалей. Гибкость и техническое мастерство. Под таким критерием оценивают жюри участников. В танцевальной студии работают восемь профессиональных танцоров. В настоящее время ее посещают 150 юношей и девушек. Недавно ребята съездили в Европу. И среди 40 стран мира заняли второе место. Участников фестиваля наградили ценными призами от спонсоров. Камила Карим, Шерния, Зиманов, МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова